внимание вопрос с какой целью это сделано всем привет уже очень давно хотел с вами поговорить по поводу этой темы но все как то не было повода и тут чудесным образом такой повод нашелся но об этом немного позже а для начала такое затяжное вступление речница ухваления диктаторских законов рівно три роки тому простим підняттям рок нардепи регионали та комуністу хвалили низку законопроектів що вивели з правого поля протест на майдані новими законами депутати заборонили носити шоломи під час мирних акцій виходити на протест групами встановлювати намети і збиратися в автоколони попри порушення регламенту закони вже публікували 17 січня це призвело до загострення протистояння в центрі столиці люди знов масово вийшли на майдан і на знак протесту вдягнули на голови кастрюлі та металеві миски саме протест проти диктаторських законів став причиною початку заворушень на грушевського де вже за кілька днів загинули перші мітингувальники ітак 16 января 2014 года были приняты так называемые законы о диктатуре да как вы помните всего было 12 таких законов и спустя некоторое время 9 из них были отменены верховная рада и украин а теперь давайте посмотрим на эти законы на эти 9 отмененных из этих 9 отмененных 6 вернулись либо в том же самом виде в котором они были либо немного были трансформированы и сейчас я вам об этом немножечко расскажу во-первых один из таких диктаторских законов вносил изменения в сферу обеспечения безопасности дорожного движения да то что нам наверное больше всего интересно на канале да то есть то что все связано с админ правонарушениями с полицией т.д. и т.п. в частности была внесена статья 14 с циферкой 2 это по поводу автоматической фиксации нарушений и ответственности собственниками а не теми кто совершил правонарушение тогда это назвали диктаторским законом но впоследствии как мы знаем эту норму вернули уже новые наши реформаторы команда реформаторов из мвд да забыли уже не совсем ну и вообще в принципе тот на подход наших реформаторов из мвд которые они применили изменяя нормы купап и создавая на нашу новую полицию принципе они были все там в том еще диктаторском законе януковича да и что самое интересное тут закон еще был немного мягче потому что например там те же самые протоколы не отменялись они оставались а вот наши реформаторы уже и протоколы отменили так вот этот закон в итоге по факту он остался просто был новый внесен следующий закон который диктаторский был отменен и который в итоге вернулся в другом виде это так называемое заочное уголовное преследование они это тогда отменили но внесли потом главу 24 с циферкой 1 в уголовный процессуальный кодекс который называется теперь не заочное уголовное преследование а специальное досудебное расследование уголовных правонарушений о чем речь речь о том что теперь у нас могут судить лицо без наличия самого лица я думаю вы слышали уже как там януковича пытаются судить иных лиц которых нет второй закон отмененный который вернулся третий закон который вернулся это классная вещь внесли изменения тогда еще регионалы о том что у нас бесплатная правовая помощь была отсрочена на 1 января 2015 года и тогда наши реформаторы отменили этот закон а потом приняли свой которым бесплатную правовую помощь отсрочили еще на полгода вот такие вот реформаторы это уже 3 4 закон вносили изменения в налоговый кодекс украины по вопросу освобождения вот налогообложения за транспортировку газа казалось бы что тут интересно интересно это в том что тогда освобождались все транспортеры а в итоге они внесли изменения которым освобождается только нак нафтогаз украины ну таким образом понятное дело что это серьезный был удар по конкуренции вот такой вот диктаторский закон который был отменен и тоже вернулся пятый закон опять и закон да это классная думаю слышали тоже об этом все диктатор янукович со своей командой партии регионов внесли статью в уголовный кодекс изменения в статью 297 по поводу осквернения памятников ну и вот вся эта тема по поводу жертв воинов-интернационалистов миротворцев и т.д. и т.п. один в один в том же самом виде этот закон вернулся ну это конечно правильно я ничего против не имею но просто вам пример все эти законы находились в одном пуле так называемых диктаторских законов и они его отменили а потом опять же вернули так он диктаторский или не диктаторский я не пойму ну и еще один закон который вернулся это по поводу ответственности за возражение либо не осуждение преступлений фашизма думаю тоже слышали да об этом что все те кто не признают что фашисты нацисты то нас преступники все те подлежат уголовной ответственности тоже тогда посчитали этот закон диктаторском и тоже его отменили но потом прекрасным образом точно также его вернули а еще спустя некоторое время и еще и дополнили дополнили ответственности за пропаганду коммунистической идеологии за распространение символики и т.д. и т.п. так что вот так вот и того что мы имеем того мы имеем 12 диктаторских законов 9 из которых были отменены и 6 из отмененных этих законов вернулись то есть в итоге из 12 диктаторских законов януковича 9 вернулись в той либо иной форме то есть в принципе мы сейчас с вами живем по этим диктаторским законом януковича то есть 9 из 12 и что же у нас свое время по поводу этих всех диктаторских законов писали в сми и эксперты и т.д. и т.п. итак вот в сми нашел что данные законы недопустимы поскольку они превращали страну в полицейскую диктатуру правозащитники у нас писали что законы грубо нарушают права и свободы граждан право на свободное выражение мнений из сбора информации международная реакция на законы вот администрация сша да мы же любим с сша сравнивать постоянно да так вот администрация сша в то время расценила законы как действия чтобы ослабить основы демократии украины объявить преступление мирный протест и лишить гражданское общество и политических оппонентов ключевых демократических мер защиты предусмотренных законом но потом все они вернулись и получается что все то же самое совет европы дал предварительную оценку свое время этим диктаторским законам и совет европы указал что многие нормы этих законов не соответствуют европейской конвенции по правам человека так они сейчас получается не соответствует никто об этом не говорит все нормально ну и представитель оба сет тоже тогда заявлял что у нас во многом нарушается свобода слова и почему именно я захотел вспомнить это сейчас потому что вчера 15 мая 2017 года президент украины принял указ под номером 133 дробь 2017 о решении рады национальной безопасности о применении персональных и специальных экономических санкций было заседание рады национальной безопасности и обороны 28 апреля 2017 года и решение РНБО было легализировано президентом в данном нормативно-правом акте что предусматривает предусматривает у нас данный акт применения определенных санкций к ряду физических и юридических лиц есть два списка по физлицам отдельно по физлицам отдельно по юрлицам но физлиц мы трогать не будем там множество всяких разных людей причастных там то к одному то к другому там и киселевые все эти ну вы поняли мы их не будем нас интересуют санкции в отношении юридических лиц есть тоже такой целый большой перечень и в разные санкции применены но самое интересное что применяется санкция которая звучит так запрет интернет провайдером предоставлять услуги доступа пользователям интернета к определенным интернет ресурсам то есть есть тут санкции чисто хозяйственного не хозяйственного как правильно сказать санкции которые связаны с хозяйственной деятельностью юрлиц да то есть там запретить там вывод активов ограничить там какие-то разрешения и лицензии и т.д. и т.п. то есть то что связано с хозяйственной деятельностью этих юрлиц и есть ограничения которые связаны не с хозяйственной деятельностью а запретом интернет провайдером предоставлять нам с вами доступ к определенным интернет ресурсам какие же эти ресурсы спросите вы ресурсы я вам перечислю это у нас касперский антивирус да это у нас доктор веб антивирус это у нас полный перечень сервисов яндекса там видео карты переводчики ну тут огромный перечень захотите почитаете кроме этого самое интересное это запрет на предоставление провайдером услуг нам пользователям по доступу к сервисам mail.ru а также к сервисам социальным сетям вконтакте и одноклассники вот так вот и теперь что это получается получается что мы ну не мы они они нам запрещают хотят запретить доступ к определенным интернет ресурсам вот покопался в интернете и нашел такую интересную картинку которая показывает где у нас в мире и как ограничивается доступ пользователей к интернету вот можете посмотреть сейчас вот на этой картинке можно увидеть что украина территория украины выделена белым цветом да белый цвет это там где нет никаких ограничений а также есть еще три категории стран в которых есть определенный контроль за интернет ресурсами и доступом в интернет есть контроль косвенный это в сша есть косвенный некий контроль и в некоторых странах западной европы есть у нас значительный и умеренный контроль это в частности в индии и в россии есть у нас повсеместный контроль так вот повсеместный контроль у нас существует сейчас я вам даже скажу где всеместный контроль у нас существует в кндр в китае в венесуэле на кубе ну и еще парочка там таких тоталитарных стран не стран государств если когда тоталитарных государств вот в этот ряд сейчас получается поставили и украину и теперь самый интересный вопрос как это все связуется с конституцией украины открываем статью 34 конституции украины и читаем о том что каждый имеет право свободно собирать хранить использовать и распространять информацию устно письменно либо иным способом по своему усмотрению что такое соцсеть соцсеть это место где люди общаются обмениваются информацией берут оттуда информацию распространяют там информацию то есть прямое нарушение нормы конституции украины и вот в этой же 34 статей читаем что осуществление этих прав да на распространение пользования информацией может быть ограничено законом законом написано четко что такое закон закон это нормативно-правой акт который принимается верховной радой украины не указом президента не решением рНБО а законом написано закон понятное дело то есть может быть ограничено законом в интересах национальной безопасности то есть даже если они это и представляют нам как защита интересов национальной безопасности то это может быть сделано только лишь посредством принятия соответствующего закона но никак не указа президента и в дополнение к норме статьи 34 есть у нас еще и норма статьи 17 Конституции Украины которая нам говорит что защита суверенитет территориальная целостность обеспечение ее экономической и информационной безопасности является самой важной функцией государства а также делом всего украинского народа от всего украинского народа выступает у нас правильно Верховная Рада Украины и хоть президент у нас выбирается тоже всеми всем населением да Украины но все равно у нас депутаты на то они и народные президент каким бы он ни был он все-таки не имеет статуса там народный президент правильно у нас по конституции у нас по конституции народными являются депутат то есть статья 17 очень хорошенечко сходится со статьей 34 да где указывается что такие ограничения могут быть предприняты только посредством принятия соответствующего закона вот так вот ну и что получается живем по диктаторским законам Януковича да нарушаем права граждан ограничиваем их права в неконституционный способ и какой вывод по этому всему хотелось бы сделать ну и даже не вывод наверное а такое приглашение да что добро пожаловать из неправового государства в тоталитарное как вы уже сами видите конституция послана далеко далеко внимание вопрос с какой целью это сделано какой это тюрь это 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 не это 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 только